Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Выставка, ярмарка, сокровища Севера, 14-е по счету. И хочу сказать, что мы приехали с большими победами. Это у нас первое место мы заняли как региональная экспозиция. Жесткая, всегда конкуренция. Сколько регионов всего принимает в честь? Обычно практически все регионы, где компактно проживают коренные малочисленные народы Севера. 24 региона. И быть первыми, это очень, конечно, престижно и почетно. И нам приятно, что мы эту планочку удерживаем буквально уже 6 лет подряд. Но в прошлом году, конечно, только были вторыми, а так всегда были первыми. А кто готовит вот эти выездные экспозиции, Ирина? Научные сотрудники все принимают участие в подготовке? Или как там распределяются обязанности? Вот что вывести и так, чтобы показать, удивить, запомнилось? Каждый раз удивить. Ну и разумеется, комиссия сказала бы, ну вот Юграта ведь лучше. Но это же невооруженным взглядом заметно. Я могу тут раскрыть секрет в том, что в этом году музей Турума очень активно принимал участие и на сокровищах Севера. Почему? Потому что мы привезли туда свой интерактивный проект «Красный чум», который в прошлом году у нас стартовал. И, вы знаете, он поразил буквально всех участников. Почему? Потому что этот год, год родных языков, была Всероссийская конференция учителей родного языка. И как раз вот очень в тему вписались со своим проектом. Это, конечно, одна была площадка. Из нескольких. Из нескольких. Мы на четырех площадках буквально стояли. И поэтому мы, наверное, берем первое место еще не только потому, что представляем достойно мастеров, культуру, фольклор. Мы еще представляем достижения наших общинников. То есть поддержка традиционных отраслей хозяйствования. Пять общин, три ИП. Это удается пока только Югре в таком большом количестве. Дело в том, что наши продукции всегда ждут. Людмила Александровна, теперь вот все-таки возвращаясь к основной теме нашего разговора. Премия имени Ювана Николаевича Шесталова. За что она присуждается? Вы знаете, премия присуждается прежде всего за значимый вклад в сохранение традиционной культуры, традиционных отраслей хозяйствования. Это, знаете, очень престижная, на мой взгляд, премия. Почему? Потому что конкурсанты, соискатели премии всегда очень и очень достойные коллективы, творческие, достойные люди. То есть это может быть как отдельно взятый человек, так и коллективы. Да. И физические лица, и юридические лица имеют право принимать участие в этом конкурсе. И хочется сказать о том, что конкуренция очень жесткая. Почему? Потому что, ну, очень достойные кандидатуры и всегда очень непросто выбрать лучших из лучших. А количество претендентов меняется год от года? Меняется. Я так сказала бы. Или как это? Самовыдвиженцы? Либо кто-то говорит, что ну, пора бы вам уже заявиться на премию. А здесь не возбраняется и самовыдвинуться, самовыдвиженцем побыть. И в то же время хорошо, когда тебя коллектив позиционирует, представляет. Это тоже очень почетно. Ну, и затем письма поддержки обычно тоже играют немаловажную роль. Но вот мне хочется сказать о том, что если кто-то уже не один раз подает свою кандидатуру или его, представляет на премию, не получает в этом году, я просто призываю повторно уже, так скажем, не опускать руки, продолжать бороться. Новые какие-то свои достижения, демонстрировать, показывать, дополнять, так скажем, свою творческую биографию. И может быть когда-нибудь повезет. Когда станут известны результаты? Члены комиссии, конечно, результаты уже знают. Но это остается большим секретом. Когда общественность будет иметь представление победителя. Как только выйдет распоряжение. Ага. Да. Ну что ж, мы обязательно дождемся и желаем, ну, вам-то уже известно, но что те, кто заявился, чтобы победил, разумеется, сильнейший, традиционный, ведь это как в спорте, правильно? Это как в спорте. У нас члены комиссии иногда говорят о том, что почему бы нам побольше не сделать, потому что уж столько достойных людей, выбирать очень сложно, а мы говорим о том, что нет, престижность должна быть лучше и лучше. А почему бы нам еще не рассказать об одной выставке, которая тоже открылась накануне музея Турма и называется «Народ земли, разделенный семью богами, шестью богами». Вот, Ирина, расскажите о ней, об этой выставке. Что на ней можно увидеть, услышать, узнать? Ну, выставка «Народ земли, разделенный семью богами, шестью богами», она как раз из того цикла «История семьи в истории страны, след прожитой жизни», которая ежегодно теперь у нас уже проходит в выставке. То есть она традиционная? Она практически, да, это уж можно сказать, традиционная. Это о людях, фамилии которых Лельховы, Пятниковы, Гришкины, Севоровы. То есть каждый раз это рассказ о конкретных семьях? О конкретном роде, не просто одной семье. Я понимаю, да. Ну вот в данном случае здесь генеалогическое древо семь поколений насчитывает. Вот если вы пытались свою родословную составить, то должны понять, насколько это довольно-таки сложно, проблематично, насколько гигантская, огромная работа была проведена главными героями этой выставки по составу своей родословной. Мы им только лишь помогли ее собрать в кучку, в себе леточки. И оформить. То есть они будут сами о себе рассказывать, или там с помощью экскурсоводов и экспонатов уже можно будет понять? Теперь уже с помощью экскурсоводов. Сами они о себе рассказывали на открытии выставки. Тогда можно было, да, посмотреть и познакомиться, и пообщаться как раз вот с представителями рода. Ну что ж, еще раз напомню, как долго она проработает? Ну, с течением месяца. В течении месяца будет действовать. Еще раз мы поздравляем Людмила Александровна, в вашем лице, и у вас, Елена Степановна, музей с такими достижениями очередными. И желаем, чтобы всякий раз, будь это выставка, которая проходит за пределами нашего округа, или выставка, которую открывает сам музей под открытым небом Торума, обязательно были востребованы. Потому что нужно знать свою историю, нужно знать о своем народе, нужно знать о том месте, в котором ты проживаешь. Большое спасибо и хорошего дня. Вам всего доброго.